Сегодня прошло заключительное заседание Государственного Совета Чувашии в этом году. Парламентарии рассмотрели более 10 вопросов. Основным стало обсуждение бюджета республики на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором чтении. Каким направлением главного финансового документа Чувашия и депутаты считают важными в нашем репортаже. В первом чтении депутаты утвердили основные параметры бюджета. Доходы казны в будущем году составят 61,5 миллиард, расходы более 64. Документ формировался в сложных условиях пандемии. Ситуация негативно сказалась на многих отраслях экономики республики. Поэтому бюджетная политика была направлена на поддержку здравоохранения, образования малого и среднего бизнеса. На будущий год запланированы средства на создание комфортной среды в муниципалитетах, ремонт и строительство дорог. В преддверии сессии депутаты встретились с членами правительства. Обсудили вопросы, поступившие в ходе рассмотрения бюджета в первом чтении. Так, Комитет по бюджету просил учесть в новом проекте расходы на школьную медицину, обеспечить равные условия питания школьников из льготных категорий, а также рассмотреть комплексный подход к ремонту школ и детских садов. Поддержали бюджет практически все партии, представленные в парламенте. Фракция «Справедливая Россия» отметила, что в нем учтены и средства на развитие муниципалитетов. За бюджетом стоят люди, их просьбы, их требования, их ожидания. И мы должны, это наш налогоплательщик, мы должны именно к этому относиться очень серьезно и отвечать бюджетам на их запросы. Я очень люблю большое субсидирование из бюджета муниципалитеты. Фракция ЛДПР поддержала правительство, несмотря на критику некоторых статей бюджета. Депутатов смутили необоснованной тратой казны и, наоборот, отсутствие финансирования по нужным, по их мнению, статьям. Мы решили, что в рамках некоторого кредита доверия мы впервые, наверное, за этот созыв данный бюджет поддержим с одной оговоркой. Мы будем просить настоятельно и Кабинет министров, и главу Чувашской республики со следующего уточнения бюджета больше внимания обращать и на наши пожелания нашей фракции, продиктованные не нами, не каким-то там бизнесом, а в первую очередь нашими избирателями. А вот коммунисты традиционно были против. Фракция КПРФ бюджет поддерживать не будет, исходя из того, что наши предложения, предложения нашей фракции, которые были озвучены еще в начале года, при первом чтении, они не были учтены. При регламенту депутаты голосовали по каждой статье отдельно. В итоге все 20 были приняты. Как отметил министр финансов, работа над бюджетом будет продолжена, и уже в январе можно будет говорить об увеличении доходной части. По завершению сессии депутаты утвердили Сергея Романова на должность уполномоченного по правам человека. Татьяна Молокова, Дмитрий Салманов, Республика.